Итак, друзья, мы продолжаем с вами тему, которая называется «Как управлять судьбой». И на этот раз название будет под заголовок нашей темы сегодняшней «Бог исполнит прошение Твое». Вы бы хотели услышать в свой адрес эти слова? «Бог исполнит прошение Твое». Очень мне нравится, что Бог дает нам возможность получить то, чего бы мы не получили, если бы мы не обратились к Нему за помощью. Это одна из мыслей, которые мы с вами будем рассматривать. И сегодня мы ответим на какие вопросы? Как управлять судьбой и изменить ее? Как повлиять на судьбу своих детей и сохранить их? Как решить свои финансовые проблемы? Есть секреты, которые точно работают и которые позволят нам быть людьми успешными в этих делах, которые мы сейчас осветили. Вопрос нашей жизни будущего, наших детей и как можно повлиять на финансовые проблемы. Потому что это все то, с чем сталкиваются постоянно люди. Итак, давайте мы с вами первое, что вспомним. Вы помните историю, в которой мы в прошлой серии разбирали жизнь Захарии, что у них не было детей. И по молитве Господь позаботился и подарил им сына. Вы помните еще истории, когда женщина неплодная после молитвы получила сына? Анна. Да, абсолютно верно. Очень интересно, у них похожи судьбы. Давайте прочитаем. Это первая книга царства, первые и второй стихи. Был один человек из Ромофаим, Софима, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрофянин. У него было две жены, имя одной Анны, имя другой Финана. У Финаны были дети, а у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в селом. Там был и Илия, и два сына его, Офни и Финьез, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любила Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала, побуждала ее кропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так быловала каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Интересно, что у них и судьбы похожи. И тот священником был, Захария, и здесь тоже Елкана, священник. И вы обратили внимание, почему Анна не могла иметь детей? Почему она не могла иметь детей? Да, вот если внимательно читали, там написано, Господь заключил чрево ее. И вот такой тогда вопрос. Если Творец Вселенной чего-либо не дает нам, значит ли это, что это судьба, и вы никогда не получите просимое? Понимаете, вот на свою жизнь, давайте сразу мы понимаем, что эта история, она не про кого-то там, она история про нас. Каждая библейская история, она написана про нас. И если мы чего-то не получили, а просим этого, и Бог нам не дает, то это означает, что мы никогда это не получим. Или же мы можем это получить? Ну, есть какие-то, может быть, особенности, да, может быть, там не время, может быть, еще что-то, но самое важное, что если даже нету чего-то, и мы просим, то у нас есть шанс получить. А если не будем просить? Очень важно, чтобы мы понимали, что молитва – это ключ к успеху. И если мы им пользуемся, то у нас есть шанс. Может быть, мы действительно не получим ответ. Может, такой бы, что мы не получим ответ. Я, кстати, всегда понимаю, я готов, когда я молюсь, я прошу Бога, чтобы исполнилось… Вот у меня есть план какой-то, господи, я бы хотел там куда-то поехать, я бы хотел куда-то пойти, я бы хотел что-то сделать, но если только, это соответствует твоему плану. Если же не соответствует, устрой преграды, закрой двери, чтобы она не получилась. Но если ты не против, то я бы хотел вот так вот попробовать сделать. И если мы со своей стороны в молитве будем допускать возможность давать право выбора Богу, ограничим мы этим себя или нет? Или мы защитим себя от ошибок, наоборот? Я думаю, что в таком случае, как бы, доверие Богу, он нас, ну, Бог никогда никого не подведет. Если мы со своей стороны дадим Богу право, но при этом, когда мы что-то просим, то это уже начало победы. А если мы не просим, то мы ничего не получим. Это один из таких важных моментов. История с Анной – это история про каждого из нас. Она не имела ребенка, она, потому что Бог закрыл чрево ее. И Бог, он вообще, надо понимать, что любые ситуации в нашей жизни, они ведомы Богу, Бог знает о них. Или ведомы Богу, да? Они ведомы Богу, Бог знает о них. И если мы будем с ним сотрудничать, то будет решение. Если мы с Богом не будем сотрудничать, решения не будет. Идем дальше. Итак, что необходимо. Обычного сделала Анна. Давайте мы с вами разберем эту интересную ее молитву. Она дает обет Господу. Это нормально давать обет Господу? Нормально, но обратите внимание, как она обет дает. Логичен ли был этот обет? Она просила у Бога сына. Для чего? Чтобы отдать его Богу. Готовы ли вы посвятить Богу то, о чем просите? Вы обратите внимание, что слово Божье, оно так раскрывается, что оно нас учит примером других. Героев веры. Которые позволят нам понять, на каких секретах успеха мы можем добиться результата. Если мы со своей стороны готовы, то что... Теперь давайте подумаем, о чем мы просили Бога? Ну, на этой неделе, да, вот, например. Кто-то просил, там, условно говоря. Кто-то там хорошую работу, кто-то зарплату, кто-то там что-то ребенка, может быть, тоже так о сыне, о дочери молятся. Кто-то просит, чтобы Бог благословил его финансовыми возможностями какими-то новыми. И тогда встает вопрос. Хорошо, если я это прошу, как это делала Анна, готов ли я посвятить это буду Богу? Или я это прошу только для себя? Я в свое время, когда еще мне было там 20, я не помню, 24, 26 лет, наверное, я услышал проповедь Дэвида Гейтса, когда он говорил, что Бог готов давать нам деньги, если мы будем эти деньги, средства, финансы, передавать другим людям, он будет нам снова давать и снова. Если мы возьмем в руку, то в эту руку больше нечего будет добавить. А если мы возьмем и передадим, то рука наша освободилась для того, чтобы снова принять. И это как сосуд, который наполняется, выливается и снова может быть наполняться. Это как ручеек, который, вы знаете, отличие ручейка, например, от болота. Там, где ручеек, там жизнь, свежесть, там все хотят этой водички попить. А там, где вода застойная, хотите вы водички такую попить? В болотце, когда там все гниет, оно там все... То есть мы понимаем, что это то же самое и Господь. Он когда смотрит на нас, что дети его готовы брать для того, чтобы не только себе забрать его, а чтобы отдавать. Ну вот или иллюстрацию такую, да, вот с детьми. Вот, предположим, Гриша и Данюша, да, вот мне очень нравится, мне есть видео такое, когда Грише дали бананчик. Ему было тогда годик, наверное, не, больше, чем годик, наверное, но что-то меньше двух, по крайней мере, точно. И вот когда Грише было меньше двух лет, ему дают бананчик. И в это время Илюша, у нас вот два, они ровесники почти, Илюша там на пару месяцев, наверное, старше даже. И сидит Илюша на стульчике, Грише дают бананчик. И Гриша берет бананчик, он его посмотрел на бананчик и Илюше дал укусить. Илюша укусил, после этого Гриша укусил. Потом смотрит на Илюшу и ему говорят, ну, угости Илюшу. И он ему снова дает, вот кусает, и он кусает. Вам хочется Грише еще бананчик дать после этого? Вы же понимаете, что он, ну, ребенок, да, или, ну, представьте, вы ребенку даете, там, у вас там есть два яблочка, да, там, дали ему, он хватит, схватил его, грызет там где-то сам, там, ему говорят, поделись, он там за угол где-то. Вы захотите еще ему давать? Ну, если только издалека там бросишь, чтобы уже, знаете, больше не приставал, да. Но в целом мы понимаем, что когда человек берет и делится, то вас это самого располагает. Вам приятно с таким человеком делиться, ему что-то давать. И вот здесь вот Господь очень интересно ему нас учится. То вот эта вот Анна, она просит у Бога, Боже, дай мне сына, и я посвящу его тебе. И готовы ли вы получать, чтобы отдавать? Хотите ли вы получать финансовые благополучия от Бога? Как вы, хотите вообще или нет? Или уже теперь ему же не нужны мне такие проблемы, да. Вот Дэвид Гейс рассказал, он говорит, что Бог будет давать деньги для того, чтобы мы их отдавали. И я думаю, подожди, а зачем оно мне надо? Ну, я понимаю, что мне дают деньги, я возвращаю 10%, остальное я себе трачу. Вот так оно выгодно хотя бы, интересно. А вот так вот получить средства какие-то и все передать средства. Простите, а мне что за это будет? Какая-то, знаете, ну не то, что жадность, эгоизм, но какой-то, может быть, даже, знаете, кто-то скажет, здравомыслие какое-то, но у Бога другое какое-то, скажем, мышление, да, оно небесное, оно не такое, как человеческое. Бог оставил все, Иисус Христос, чтобы прийти на нашу землю и спасти нас. И теперь получается, если мы будем похожими на Него, то мы будем похожими на Него и в делах. Или мы только будем называться Его именем. Можете ли вы пообещать, что будете отдавать то, что получите на служение Богу? Вот это был обед, да, обед Анна такой дала. Давайте мы дальше посмотрим, да. Я в свое время тоже такой опыт хочу вам рассказать. Я являюсь руководителем санатория, и у нас не всегда бывают заезды. Ну, особенно вот был такой момент, когда зимой у нас еще не достроен был балкон, он холодный был, и люди приезжали, было некомфортно, и некоторые люди приезжали, только когда было потеплее, и у нас простои были. Когда простои, у нас, представьте, команда там 40 человек. Надо всех прокормить, там зарплаты выдать, ну, какое-то условие, налоги платить, все же это необходимо. Но это ложится на плечи всего предприятия, но в частности руководитель должен как самую основную ответственность нести. Я помню, я молюсь и говорю, господи, у нас проблемы финансово не хватает, вот у нас, нам бы сейчас вот хотя бы там такая-то сумма, чтобы нам как-то выкарабкаться, что-то там сделать. И мне такая мысль, ну, я же с Богом советуюсь, я говорю, господи, я же понимаю, что Бог может так сделать, и там повалил народ, вы же знаете, все там вдруг решили поехать именно к нам в Абхазию на отдых там и так далее. А тут, получается, почему-то задержка происходит. И я говорю, господи, боже, как мне решить эту проблему? И мне такая мысль, тебе нужно читать книгу, называется «Советы по управлением ресурсов». Я Еленю Уайт четко дал указание, что надо делать вот ресурсы. Тебе же ресурсы интересуют, ресурсы. Все, читай, сынок, я же тебе дал материалы, изучаю инструкцию. Я начинаю там искать, я нахожу какой-то главой, молюсь, думаю, где же эта книжка-то большая, думаю, что же, где же найти? Я там что-то по оглавлению листал, я что-то нашел, какую-то тему, и читаю. И там написано, рука дающая не оскудеет. И Вестница Божья конкретно говорит, те люди, которые будут жертвовать деньги на другие нужды миссионерские, Бог всегда о них позаботится. Вам понравилась такая идея, друзья? То есть, получается, у тебя нет денег, ты приходишь, говорит, господи, мне денег не хватает. Он говорит, сынок, ты просто мало жертвуешь. Будешь больше жертвовать, будет больше денег. Не, а можно сразу побольше денег, а я потом пожертвую? Не, 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 так не работает. Ты сначала начни жертвовать, рука дающая, она не оскудеет. Не рука, которая получающая не оскудеет, а рука продающая. И вот такой я момент пережил. Я думаю, ладно, хорошо. А мы всегда откладывали с оборота 10% на миссионерские проекты. Не с прибыли, а с оборотами. И там были средства, мы там отдавали на разные миссионерские проекты отправлять, чтобы помогать дело Божие расширять. Именно те, которые не поддерживаются, ну, не церковные организации, так же, как и мы, простые на самообеспечении служения, кто занимается. И у меня было на тот момент отложенных 480 долларов. Я так перевожу, потому что люди разных смотрят, из разных государств легче было в долларах. Ну, я, ну, в рублях была сумма. Ну, 480 долларов эти. И вот эти 480 долларов лежат. Я молюсь, говорю, господи, хорошо, кому мне их отправить? И мне приходит такая мысль. Ты должен на два проекта пожертвовать. На один проект 300 и на другой проект 300. Ну, у меня стал гибрид, в принципе, так более-менее. Но я в тот момент, подождите, как это? 300 туда и 300 туда. Если 300 и 300, то должно быть хотя бы 600. А у меня только 480. То есть у меня еще 120 не хватает долларов. А у меня такая мысль, ну, ты начинаю отправлять. И я начинаю связываться с одним человеком, там, нашел контакты, я знал, ну, то есть мне Бог четко указал, куда отправлять. И я им пишу, говорю, слушай, вышли мне номер карточки, мне нужно, ну, перевод сделать. Господь побуждает вас поддержать, ваш проект. Он, ой, спасибо. А второму написал, говорю, тоже вышли мне номер карточки. Ну, они же не знают, что им каждому должен по 300, а у меня нету такой суммы даже всей. И в итоге, получается, я второму пишу. А тот второй не сразу сообщение увидел. Первому я уже перечислил деньги. И у меня те же суммы меньше остается, думаю, господи, а как оно все будет? И представьте, и только мне вот тот человек отвечает, говорит, ой, так приятно, спасибо, да, вот номер карточки. И в этот момент мне приходит сообщение, что мне зачислены деньги, аванс на лето, люди закидывают сумму, что я с нее 10% оборота делаю, ну, как бы 10% откладываю, и мне хватает ровно вот эти 120 долларов, и получается, я могу человеку перечислить деньги. Я думаю, вообще, знаете, а когда так совпадают, прямо цифры, знаете, прямо копейка в копейку. Я говорю, вау, у меня аж мурашки, думаю, вот это цифры. Я отправляю эти деньги, я сам радуюсь, думаю, ну, господи, она уже заботится, уже поступает средство. И после этого, что дальше происходит? И это все происходило, я был на встрече конференции предпринимателей адвентистов, и там один брат из Европы, наш адвентист, бизнесмен, он заинтересовался, говорит, Виталик, ты знаешь, я так послушал ваш проект, я уже 4 года за вами наблюдаю, и я понял, что меня Бог побуждает вам помогать, я буду вам помогать начинать. Я говорю, может, я что-то там скинусь, еще кто-то скинется, я поговорю с моими друзьями. Я думаю, слушай, чудо какое. Я приезжаю, ну, уже закончилась эта встреча, приезжаю в коллектив, в наш санаторий, собираю наш совет, говорю, ребята, вы представляете, денег нет, они же знают, что денег нет, но так оно как бы, оно все переживает, молится тоже, говорю, представляете, вот я такой опыт пережил, я спрашиваю у Бога, что делать, и мне такая мысль, рука дающая не оскудеет, я перечисляю деньги, при том, перечислять всей суммы не хватало, я думаю, как это все будет, но ясно понимаю, что Бог так побуждает, перечисляйте, тут на тебе, аванс нам закидывает, аванс закидывает, суммы хватило, перекинул туда-сюда, всего и здорово, как я говорю, так это мало того, только мы начали жертвовать, в это время, то, что нам пришли деньги, уже другой там бизнесмен из Европы сказал, я вам буду помогать, все, говорит, вау, супер, представляете, проходит пару дней, знаете, что происходит, к нам приезжает один брат, адвентист, на заезд, и он говорит, слушай, Виталий, а что тут, как у вас тут дела, я говорю, да вот так вот потихонечку, он говорит, какие-то, может, у вас там нужды есть, там планы, я говорю, да там есть там планы определенные, он говорит, ну, давай я хочу вам пожертвовать 19 тысяч долларов, и жертвует нам 19 тысяч долларов, очень приятно такой опыт пережить, я в этот момент, ну, слушай, боже, ну, вообще чудеса, просто чудеса, проходит какое-то время, я встречаюсь с одной сестричкой, мне говорит, Виталик, слушай, зайдите ко мне, поговорить хочу с тобой, я заезжаю к ней, и она говорит, ты знаешь, я знаю, что вы зарплату себе не берете, вы живете, совершаете, а мы зарплату себе не берем в семье, мы приняли решение с женой, что мы живем, вот Господь дает средства, как-то там, то пожертвует, то где-то, как-то не получается, но с предприятия, санатория мы не берем, мы наоборот туда все вкладываем, и в какой-то момент она говорит, я решила вам денежек отложить, она дает мне конвертик, говорит, это вот вам, на вашу семью, я говорю, ну, спасибо большое, она говорит, ну ты откроешь, поделись, считай, там, посмотреть, я открываю, там, четыре с половиной тысячи долларов, я говорит, куда столько много, говорит, это, Виталик, это вот вам, что вы могли там, я думаю, о, Боже, я вообще не знаю, проходит какое-то время, я ей звоню, и говорю, слыш, я так благодарен вам, что вы такую сумму, я даже не знаю, куда её использовать, потому что мы вообще привыкли уже, деньги не тратим, ну, в санатории питаемся, мы трудимся, вещи надо, Как-то Бог заботится. Она говорит, знаешь, что, заедь ко мне еще раз там. Хотела еще с тобой встретиться. Я опять заезжаю. Она говорит, знаешь, я там откладывал деньги, 20 тысяч долларов. Не знаю, куда их деть. Я вот решила тебе пожертвовать. Ты уже на какой-то миссионерский проект. На твое усмотрение. Вот, пожалуйста, эти деньги. И в этот момент вообще, как вы думаете, это совпадение или нет? Знаете, когда в нашей жизни происходят чудеса, есть законы, которые работают. Я не теоретик, я практик. Знаете, мне очень хочется поделиться с людьми теми опытами, которые точно работают. И это, знаете, одно дело я представить, я бы сказал, ребята, я вам сейчас один секрет открою. Я знаю эти секреты. На самом деле, друзья, все происходит так, что все мы знаем эти секреты. Но мы можем забыть, забыли их или даже не читаем их. Это все написано в Слове Божьем. В Слове Божьем написано, рука дающая, не оскудеет. Если у нас проблема с финансами, очень просто решается. Начните больше жертвовать. И потом пишите мне в комментариях, друзья, о том, как у вас поменялась ситуация. Потому что оно работает. Оно удивительно работает. Господь милостивил. И он дает нам эти примеры для того, чтобы мы могли и друг друга ободрять, и быть успешными людьми. Потому что это Божьи законы. Секрет услышанной молитвы от Анны. Итак, давайте с ним с вами вернемся. Мы теперь те же самые вопросы, но посмотрим другими глазами. Когда я их, может быть, сначала задавал, как-то оно, может быть, так неприятно даже слышать было. Готовы ли вы посвятить Богу то, о чем просите? Надо быть готовыми, друзья. Если Бог нас к чему-то побуждает, это будет благом для нас. Если вот мы, например, захотели что-то, ну, условно, я помню, машину хотел купить. Я думаю, Боже, я бы эту машину купил бы. Я ее потом бы на дело Божье использовал. Ну, и думаю, как бы пытаюсь Бога подговорить, знаете, там вроде. Но оно тоже, знаете, когда мы корректы ради что-то просим, то это немножко не то. Другое дело, когда мы, на самом деле, вот мы живем для того, чтобы посвятить все, что мы имеем, мы посвящаем Господу. И когда мы так живем, то Господь, Он будет давать и приумножать. И Его замысел в том, чтобы мы по-настоящему были благословениями для других людей. Готовы ли вы получать, чтобы отдавать другим людям, да, ну, мы говорили тут посвятить то, что мы имеем, отдавать. Хотели ли вы получать финансовое благословение от Бога? А можете ли вы пообещать, что будете отдавать то, что получили на служение Богу? И мы давайте с вами продолжим еще одна история интересная. Марка, 12 глава, 41 по 44 стих. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Вы помните, наверное, эту историю, да? Помните, что это женщина, которая, по сути, если сравнивать, богатые люди клали деньги. Я не знаю, где-то слышал такую мысль, что они даже специально разменивали. То есть, грубо говоря, можно вот бросить там один золотой монетку одну, а можно разменять ее там медиками какими-то. И вы будете, знаете, как вот когда раньше эти были, банкомат или как они назывались, игровые такие, что вот когда выиграет бонус, там сыпется там много монеток, то они брали много монеток и сыпали, чтобы все слышали, что они там сыпят, там такую сумку принесли. Могли бы в одной монетке, в золотой бросить бы, незаметно, но они чтобы их увидели, что они такие жертвенные люди, вот они сыпят там. И все, кто же такой, вот он стоит, он такой, да, да, привет, привет, да, да, сейчас закончу, да, да, сейчас я тут жертвую на дело Божье, я же не для себя. И они все это показное делали. А в это время эта женщина незаметно, как бы мимо проходила, она эту монетку бросила, потому что ей стыдно было, что это всего лишь монетка. Но удивительно, что эта монетка сделала. Много дала бедная вдова для Бога? Она отдала все, что было. И тогда вопрос возникает, а как вы думаете, после того, как она отдала все, что имела на служение Богу, Бог о ней позаботился или нет? Может такое быть, что мы пожертвуем Богу и потеряем? Или же наоборот, мы пожертвуем Богу, и это откроет отверстие небесное, который... А, подожди, подожди, финансы. Так тут же вопрос состоит, вот я же задаю вопрос. Если у нее это было все на ее пропитание, это все, что у нее было, и она отдала это все Богу, то она, наверное, просто больше финансов не видела никогда, но выжила, да? Или же Бог позаботился о ее финансах? Степа не знает. Я думаю, что точно... Именно насчет нее я не знаю, но вообще не всегда человек получает добро от этого добра. Но когда мы жертвуем Богу, то Бог нас никогда не подведет. Это мы можем быть сто процентов уверены. И он говорит, он даже не просто, знаете, одно дело ему сказать, ну, тут уже как повезет, знаете, а может и правда, Степа, может, правда, действительно, а может он будет жертвовать, а ничего не получит. Но если слово Божье говорит, испытайте меня, не открою ли я отверстие небесное, не залили благословение до избытка, испытайте. Бог говорит, испытай, ты попробуй, ты только попробуй. И если я попробую, то я смогу убедиться в этом. И это, знаете, очень приятно, что мы не просто теоретики, знаете, такие теоретики, там повезет, не повезет. А мы люди, которые основываемся не на своих теориях, а на Слове Божьем. И Слово Божье никого не подводило. И вот одна история, мне очень понравилась эта история, история с одним человеком, который, будучи еще молодым, тогда еще небогатым человеком, пожертвовал Богу все, что имел, и стал успешным бизнесменом. Однажды была встреча какая-то на богослужении, и там говорили о том, что вот годичные, знаете, годовые сборы. Знаете, на годовые сборы, когда люди собирают весь год, и потом жертвуют какую-то часть средств. И когда вот так вот собирали, там, призыв пастора делал, что вот вы не бойтесь пожертвовать на дело Божье, Бог обязательно вас благословит, то в этот момент встал человек известный такой, вместо все это, и он сказал, вы знаете, когда я был молод, я приехал вот в этот город или в эту страну, у меня было немного денег. У меня было, там, назвал сумму, там, 500 долларов, наверное, это все деньги, которые у меня были. И было тоже такое же собрание, когда собирали на пожертвования, вот на годичные, ну, годичный какой-то сбор этот был, и у меня было побуждение отдать все, что я имею. Вот эти 500 долларов. Я подумал, это риск, но это на дело Божье. И он говорит, я пожертвовал эти 500 долларов, и это все, что у меня было. И я взял на него, смотрел с ожиданием, что же он дальше скажет. И он говорит, и потом Господь меня так благословил, что я начал заниматься одним делом, мне вот сразу же заказ какой-то поступил, я его выполнил, потом второй, третий заказ, потом я стал предпринимателем, и сегодня у меня богатство исчисляется уже тысячами долларов, десятками тысяч долларов. И понравилась вам такая история очень? Хорошая история? Вам она нравится? А там продолжение этой истории есть. Знаете, какое продолжение истории? Очень интересное продолжение истории. В это время встала пожилая бабушка одна, сестричка, и она говорит ему, а вы готовы повторить этот опыт с Богом сегодня, чтобы отдать ему все, что вы имеете, вот снова на этот год, все, что теперь у вас есть, чтобы пережить этот опыт снова? И этот человек изумился немного и замер. Очень интересная история, да? Легко, может быть, тогда было пожертвовать. И когда ты сегодня... Знаете, многие люди, они сегодня готовы жертвовать Богу. Если было 2 миллиона долларов, это Сережа Смирнова очень часто эту историю рассказывает, кто не слышал Сережу Смирнова, есть такой канал в Ютубе «Вдохновитель». Очень рекомендую. Вы зайдите на этот канал, подпишитесь, вы будете в восторге. Очень хороший опыт, очень много историй. Вот это одна из историй, которые он любит. Он любит цитировать ее, да? Он рассказывает о том, что человек говорит, «Я готов пожертвовать Богу миллион, вот если бы у меня 2 миллиона было, я готов был бы ему отдать...» Ну, что там еще рассказывать? Он говорит, «Ну, а если бы у тебя там было 2 курицы, ты бы одну курицу отдал?» Он говорит, «Не-не-не, не надо хитрить. У меня 2 курицы-то есть. Зачем ты начинаешь мне на больное давить, да?» Ему легче говорить про то, чего он не имеет. А то, что он имеет, ему очень тяжело отдать, да? И если мы со своей стороны доверимся Богу, даже когда мы все имеем и доверим и посвятим ему, то мы не потеряем. И нужно помнить, что сегодня Господь – это не Бог, который хочет для нас создать проблему, Бог, который хочет нас благословить. Если мы ему доверимся, мы переживем это благословение. Идем дальше. Давайте мы прочитаем теперь по поводу этой бедной вдовы. Бедная вдова верила, что все, что она имеет, это по милости Бога. Когда Иисус сказал, что вдова положила больше всех, он имел в виду не только ее побуждение, но и плоды, которые принесет ее дар. Эти две лепты, составляющие кадрант, обогатили сокровищницу Бога больше, нежели положенные состоятельными иудеями. Влияние этого ничтожного дара было подобно ручью, почти незаметному вначале, но расширяющемуся и углубляющемуся по мере того, как он тек через многие века. Тысячи раз эти две лепты поддерживали бедных и содействовали распространению Евангелия. Повлиял ли поступок бедной вдовы на ее дальнейшую судьбу? Как вы думаете? Ну, просто пример, чтобы вам было понятно. Вот эта бедная вдова, она подходит в храме, смотрит, что там все кладут средства, да? Она достает из кармана, смотрит, у нее есть две лепты, что составляет один кадрант. И она понимает, что ей сегодня позавтракать, пообедать на ужин, собственно, все деньги, разменять негде, и кто же ей поменяет эту монетку, никто не поменяет. Господи, ну ты видишь, я хотела, но нет возможности. И пошла себе дальше. Могла бы она пойти так? Повлияло бы этот поступок на ее... Изменилось бы ее будущее после этого. Мне кажется, ну вот как бы текло, так и текло. А когда она посмотрела на эти два кадра, так, это мне надо... Подожди, ну и дело же Божие нуждается. А может, это еще больше нуждается, чем я? И она это бросает. Теперь ее судьба изменится или нет, как вы думаете? А вот теперь, я думаю, точно изменится. Когда она Богу доверила что-то, то теперь это дает право Богу вмешиваться в ее жизнь и благословить ее. Представляете, эта история про кого? Про Степу. Это же про тебя история, Степа. Если я сегодня покоряюсь Богу, мое будущее меняется. А если я сегодня не покоряюсь Богу, нахожусь в этом тысяче оправданий, ну ты знаешь, Боже, там ситуация такая. Я вчера историю расскажу. Представляете, иду вечером вчера с работы. Я работаю в кафе сейчас временно, да? В друзей в Paradis Food Будва в Черногории. Я вечером, когда шел с работы, там, когда пища какая-то остается, нам разрешают ее взять с собой, тем более на субботу, когда что-то есть. То есть я вот иду домой, пакетик несу. И в это время, смотрю, сидит мужчина, милость-то не просит. Я посмотрел, он милость не просит, но я думаю, ну сейчас денег-то, как бы, никаких денег больше нет, чтобы там делиться. Но при этом я думаю, у меня же еда есть, можно над едой поделиться. А тут же я думаю, ну как вот еду, представьте, человеку, вот я одну еду даю. Он скажет, что где ты взял эту еду? Можно спорить с ним, потом что-то доказ. А сам в это время я ж иду, я же не стою там размышляю. Я иду, и сам себя начинаю переубеждать, что это плохая мысль вообще, там связываться, там продукты кому-то давать. Я дальше иду, иду, а мне такая мысль, ну ты же, сынок, должен помнить, что никогда добрая мысль в твоем эгоистичном сердце не зародится. Это я тебя побуждаю. Если доброе побуждение, это точно не от тебя. И я тебя прошу, ты как сейчас поступишь? А я уже через дорогу перехожу, прошел уже полквартала. Я думаю, боже, ну давай я сейчас домой приду, выберу там что-нибудь. А потом, а может быть, я пока вернусь, его уже не будет. Ну надежда, знаете, появляется, что тоже неудобно. Но тем более, это же сербский язык, он же, наверное, не русский же человек сидит. И мне надо будет там, может, объяснить, он же не поймет ничего. Я пока шел-шел, но я уже принял решение. Все, я сейчас прихожу домой, выбираю там какую-то хорошую, что там поприличнее, заверну его хорошо и отнесу. И вот я пришел, выбрал там, да, все положил, приличненько собрал жене. Я говорю, вот пойду там отнесу, сейчас приду скоро. Пошел туда. Прихожу туда, сидит этот мужчина. Я к нему подошел, говорю, вы знаете, вот это, ну я ему там на английском, на русском там все перемешку. Good food, это for you, там, для вас. Там он такой, о-о-о, спасибо. Я, да, пожалуйста. Я обратно иду, и в это время достаю телефон. И пока я иду, там читаю сообщения, много сообщений разных пишет. И мне пишет один брат, он мне пишет, говорит, Виталик, а это не ты? И там кусочек проповеди моей. Я включаю этот кусочек проповеди, а там знаете, какая история? Вот почему-то он мне присылает кусочек проповеди, который он сам вырезал. Это не я вырезал, он вырезал. Я говорю, я рассказываю опыт про то, как студенты-богословы сдавали зачет по теме, как там, добрый саморядин. И им специально получилось, они пришли все в аудиторию, им говорят, вы знаете, ребята, вы сегодня не в этой аудитории сдаете, уже, уже, уже экзамен начался, и он проходит в соседнем здании, там, через дорогу. Они выбегают на улицу, бегут туда, и в это время человек, там, мужчина какой-то, он у нас сидит, сидит на лавочке и брык и упал с лавочки. И они там пробегают мимо него, посмотрят, бегут туда, потому что у них экзамен, зачет. А пару человек только из этих всех остановились, начали ему помогать. А те говорят, да время, и ты что, побежали, побежали экзамен же. И вот те, кто прибежали, они не сдали экзамен, а сдали только те, которые подняли этого человека, потому что это была инсценировка такая, сценка была, специально преподаватели придумали так, что они там посадили кого-то мужчину, договорились, когда побегут студенты, вы упадите. И вот мы посмотрим, потому что у них зачет добрый, они теорию хорошо знали. Представляете, и он мне присылает вот этот ролик. Я думаю, если бы я, ну, остался дома, там, оправдал бы, ну, что я буду кому-то там жертвовать что-то, зачем оно мне надо, да? Или там, ну, человек и так там получает в евро, там у него все хорошо будет. Если мы начинаем оправдывать, мы лишимся благословений, но Бог, вы знаете, Он бы меня обличил этим. А тут я получил, как бы, подтверждение своими же словами, что так и надо поступать, что когда Бог тебя побуждает, недостаточно быть формальным адвентистом, называться я христианин-адвентист, а твоя жизнь должна показать. И было приятно этот опыт вчера пережить. Так что я ему тоже сообщил, он тоже посмеялся вместе со мной, потому что такой интересный опыт пережили, что Господь, когда нас побуждает, Он нам будет напоминать, что надо действия. Не только наша теория, но и наша практика, когда мы будем разделить с голодным хлебом. Итак, верность Богу в самопожертвовании дает возможность благословить нас и изменить наше будущее. Друзья, мы это должны понимать. Если мы будем со своей стороны делать, как Бог нас побуждает, это будет благословением для нашей будущей жизни. А если мы ограничим Бога, то мы ограничим, по сути, свое счастье, свое будущее. Пример самопожертвования оказывал влияние на тысячи сердец во всех странах и во все времена. Этот пример послужил призывом и для богатых, и для бедных, и благодаря их пожертвованиям ценность ее дара все увеличивалась. Лепта вдовы, благословенная Богом, стала источником великих дел. Так бывает с каждым даром, с каждым делом, которые совершены с искренним желанием прославить Бога. Эти дары и дела являются частью плана всемогущего. Их доброе влияние неизмеримо. Итак, этот пример послужил призывом и для богатых, и для бедных. Когда женщина дала две лепты, то теперь, когда богачи слушали эту историю, они понимали, что у них-то есть большее, что жертвы. То есть, представьте, у вас, условно говоря, доход пару тысяч долларов, и вы с этих пару тысяч долларов сто долларов пожертвовали. И ее там пожертвовали, и вы положили, и в принципе, ну это приличная сумма, я скажу, это действительно хорошее, такое искреннее повреждение человека, наверное, пожертвовать. А в это время он знает, что его сотрудник, у которого зарплата 150 долларов, и он жертвует 100 долларов. То в этот момент этот человек почувствует, что он же знает, что у него всего 150, и он из них 100 отдает, а я с двух тысяч, или там с пяти тысяч, 100 долларов даю. Чувствуется разница, да? И вот эта история, этой вдовы, она человека побуждала бедного к тому, что слушай, ну если она пожертвовала, почему бы мне не пожертвовать? А вот этот богатый, который думал, слушай, действительно, такое обличение, она-то все, что было отдала, а я-то не все отдаю, что у меня есть, и то я же могу еще чуть больше. И таким образом, получается, бог благословил эту вдову, и теперь благословляет миллионы людей, которые знают эту историю, и на протяжении всех веков, они помнят эту историю, они смелее жертвуют. Потому что думают, ну что изменит моя копейка? Но когда копейка копейки, знаете, как выражение, рубль бережет, да? А рубль десятку, и так далее, и так далее. Итак, лепта вдовы, благословенная богом, стала источником великих дел. И многие миссионерские проекты, многие добрые дела были совершены благодаря тому, что вот эта женщина, она отдала все, что имела. И это для нас тоже призыв к тому, чтобы мы тоже жертвовали на дело Божье, не боясь, что Господь нас забудет или оставит. Если мы посвятим наши небольшие средства Господу, то Он их приумножит. Тоже очень приятно, да, слышите? Не просто, ну как бы, положили и все, а Он их приумножит. Это закон геометрической прогрессии, когда оно с каждым разом больше и больше идет. И это работает не только с деньгами, квартирами, машинами, но и с нашими талантами. То же самое, если мы свой талант посвятим в дело Божье, то Бог приумножит и даст нам еще больше таланта. Если мы на чем-то одном остановимся, то мы потеряем или как закопаем его, да, нужно обязательно приумножать наши таланты. Божье приведение в ответ на молитву, на нашу молитву. Если бы Захария и Анна не просили себе сыновей, то Бог подарил бы им Иоанна и Самуила. Ну, я имею в виду, Захарии Бог подарил Иоанна, Анне и Самуила. Если бы они не молились и не просили. А вы как думаете? Может, все равно подарил бы. Вы же знаете, вы и не молились, идут на тебе там, являются ангелы, говорят, слушай, решили, тебе уже 80. Сюрприз! Я думаю, да, Иоанна то же самое, да, ну, может быть, Иоанна и получилось, как вот она была неплодная, они понимали, что она неплодная. И, в принципе, она понимала, ну, смирилась бы, да, и что там эти дети, буду жить ради себя, там, знаете, помадкой, там, напудриться и живи удовольствием. А она хотела быть матерью, а она хотела, чтобы ее потомство, она была там, еще служила Богу, да, хотела детей, и Бог ей подарил потом. Просите, и дано будет вам. Иисус говорит, стучите, и отворят вам. Просите, и дано. Вот это обетование, которое работает. И не нужно бояться, нужно быть смелыми в том, чтобы добиваться тех идей, которые Бог вам дает. И опять же, молиться, насколько оно соответствует, потому что действительно мы можем просить то, что не нужно. План Божий состоит в том, чтобы в ответ на наши с верой вознесенные молитвы давать нам то, чего он не дал бы, не обратись мы к нему подобным образом. Хорошее обетование, друзья. Представляете? Вот вы сегодня можете сесть, прикинуть, чего у вас нет еще, да? Слушай, у меня, может быть, нету не потому, что как бы, ну, я не могу это получить, потому что я, может, не просил никогда. Слышите, Господи, ты знаешь, у меня проблема. У меня проблема. У меня была проблема, знаете, какая? У меня была проблема, у меня не было детей 8 лет. Я молился, говорю, Господи, если я не смогу их воспитать для вечности, то лучше мне не давай. Вон проходит время, я думаю, Боже, может, я уже созрел как-то, может, я смогу все-таки их воспитать для вечности. смотришь, и наступил момент, когда мы посвятили своей жизни с моей женой полностью на служение Богу. И вот в тот момент, когда мы посвятили себя на служение Богу, через месяц мы узнали, что мы... Ну, не через месяц, там через 6 или 7 месяцев. Через 7 месяцев мы узнали, что мы беременны. Просто мы, получается, на одном предприятии послужили, оттуда уехали, и вот в течение месяца узнали, что мы уже беременны. И я вам скажу, что когда мы начинаем служить, посвящать себя Богу, то такие двери открываются. Друзья, но мы можем не служить и потерять все то, что Бог для нас приготовил. Итак, я еще раз прочитаю. План Божий состоит в том, чтобы в ответ на наши сферы вознесенные молитвы давать нам то, чего он не дал бы, не обратись мы к нему подобным образом. Книга «Великая борьба», 525-я страница. Если бы сын родился у Захарии и Елизаветы, как только они поженились, то это не привлекло бы столько внимания к его рождению и его миссии. Тоже очень интересный момент, что все вовремя. Мы с вами в прошлый раз говорили об этом, что если бы он просто родился, как обычный ребенок, все бы поздравили и все, на этом бы закончилось. Но обратите внимание, и был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце свое и говорили, что будет младенец сей, и рука Господня была с ним. Луки 1 глава, 65-66 стих. То есть получается, Господь, когда дает что-то, он знает, как это сделать, чтобы оно было эффективнее. И в этом вопросе мы тоже, возвращаясь к прошлым урокам, нашим выводам, что Бог знает время, в которое нужно ответить. Но когда мы начинаем молиться, работа уже запускается, процесс уже пошел. Для чего Бог дал сына Захарии? Подходим к очень важному такому вопросу. Для чего Бог дал сына Захарии? Чтобы он выполнил величайшую миссию, приготовил путь Господа, чтобы он стал глашатым Господа. Для хорошего дела Бог дал его сына? Давайте интересно еще посмотрим. Мы рассматривали теперь еще и Анну, да? А для чего Бог дал сына Анне? Чтобы он стал одним из величайших божьих пророков, который учредил потом школы пророков, который был великим пророком, помазавшим Давида в царе, до первого царя Саула помазал, потом Давида, прожил такую жизнь. И теперь еще один важный вопрос, друзья. А для чего Бог дал нам детей? Для чего нам нужны дети вообще? Чтобы они служили Господу? Или чтобы они получили светское образование и ушли в мир и служили князям этого мира? Очень интересно, что вот эти все библейские истории, они про нас с вами, друзья. И эта библейская история учит нас, что если мы не посвятим своих детей Господу, мы их потеряем. И по сути это будет то же самое, что мы взяли бы талант и закопали его. Но если мы этот талант вкладываем в дело Божье, то он приумножается. Это история, которая про каждого из нас, друзья, у кого есть дети. Мы посвящаем наших детей или Господу на полное служение, или миру на полное служение. Кому мы посвятили его? Может ли быть такое, что это среднее? Ну и там, и там. Оно либо белое, либо черное. Серого не будет в этом случае. Понимаем ли мы ответственность, возложено на небом, когда Бог доверяет нам своих детей? Каждый ребенок, который родился в нашей семье, это либо посвященный Богу человек, который может стать великим в деле Божьем, либо же он просто уйдет в этот мир. Этот мир его унесет. Эта история, друзья, как я хочу повторить, она для каждого из нас. Примите решение посвятить своих детей на полное служение Богу. Не важно, сколько им лет, не важно, в каком они состоянии, не важно, где они находятся, просто просите, что Господи, я посвящаю его тебе. Помоги ему пережить этот опыт с тобой, помоги ему прожить жизнь. Вот этот грандиозный план, который ты имеешь о каждом из нас. Вы знаете, что Бог, когда доверяет вам ребенка, он имеет о нем грандиозный план. Но родители могут сделать все, чтобы этот план никогда не состоялся. Они могут сделать так, чтобы ребенка подальше, подальше. Знаете, как говорил один служитель церкви, недавно он приезжал, он говорит, я поражаюсь, что в нашей церкви он назвал один город, я не хочу называть этот город, он мне пастором. Он говорит, никто из родителей не пожелал детей своих посвятить на служение, чтобы они поступили в Завокскую академию. Ну, он из России. Это то же самое в Украине, в Буче, чтобы, знаете, чтобы родители старались, сказали, сыночек, доченька, ты представляешь, ты будешь учиться не в светском каком-то образовании, ты получишь христианское достойное образование. Ты сможешь свою жизнь целенаправленно посвятить Господу. Или там на медико-миссионерское служение, чтобы родители говорили, ты знаешь, ты должен быть как Христос, ты должен исцелять людей, помогать им. Представляете, вот родители все время ребенка это говорят, ему говорят, ребенок захочет к этому стремиться или нет? Или наоборот, они будут критиковать, да ты посмотри на этих медико-миссионеров, там фанатики, посмотри на этих пасторов, ничего там они не могут. Посмотри на то, захочешь он когда-то в служение идти? От кого это зависит? От родителей. Что родители посеют? Таких детей они и пожнут. Моя бабушка, она молилась, чтобы мой папа стал пастором. Он говорит, я себя никогда не видел пастором, радиотелемехаником был. А он говорит, сынок, я молюсь, что ты пастором был. А он говорит, а ты какой там сыночек, я молюсь, что ты был пастором. И он понимал, ну, знаете, у моего папы было понимание, что пастор это человек, который, знаете, это в то время, в советское время, это пасторы, это были герои веры, которых сломили. Ну, это вообще, я понимаю, что сегодня это герои веры, да, но тогда еще тяжелее было, потому что их и преследовали тюрьмы там и все, но они их молодежь мечтала, может быть, об этом, где-то там в глубине сердца, но понимали, что у них у всех такие таланты есть. И мой папа стал пастором. Знаете, я молился, мой папа, чтобы кем я стал? Мой папа молился, чтобы я стал пастором. А я этого не хотел. Ну, как мой папа рассказал, Виталик, это такой, служить Господу, я такой прям, ой, папа, я понимаю, но не все становитесь учителям, я всегда от этого так отбрыгивался, не хотел. Но я, знаете, я понимал, что это достойно уважения. И если я понимал, что кто-то на пасторской, я видел, когда сверстники мои шли на пасторское служение, я говорю, слушай, ребята, ну вы вообще, ну вы герои. Потому что я, мне нету желания, я эгоистом был, я для себя старался, там деньги, бизнес, что-то еще. А ребята, которые могут, таланты имеют, они хотят быть служителями. Или я приезжал в санаторий, я смотрю, как молодежь посвятилась, я на служение Христу и думаю, что они тут сидят, тут вообще-то уже заработают, ничего не заработаешь, а где-то живешь? А в другое время, когда прошло какой-то момент, и я понял, что я много чего заработал, а он радости-то не дает. Я оглядываюсь назад и понимаю, что мира-то нет. А если вот, как вот сегодня Степа говорил, да, а если моя жизнь оборвется? Я прожил достойно эту жизнь, оглянулся на эту жизнь, ради чего я жил? Или же все небо будет ликовать, что ты родился на этой планете, потому что ты успел. Успел собрать себе сокровища, да, что Андрей говорил, собрать себе сокровища на небе. Помните эту прекрасную такую мысль, что в вечность мы сможем с собой забрать что? Две вещи. Первое – характер. И второе – спасенных, которое мы донесем о Христе. Представляете? Вот оно богатство, которое невозможно, невозможно будет оценить как-то по-другому, как сказать, что это просто милость Божия. Что в числе люди, которые вот здесь живут короткое время, вдруг они услышат от вас истину о Христе, примут Его как своего Спасителя и всю вечность. Это даже в уму не укладывается. Всю вечность они будут славить Господа. Итак, друзья, не бойтесь доверить Ему, своих детей. Он никогда никого не подвел. Имейте вот эту веру, молитесь за них. Просите, чтобы Бог дал особой вам уверенности в том, что вы производите. И вот я хочу, наша миссия, миссия наших детей не отличается от миссии Аннокрестителя. Когда Дух Святой сошел на Захарию, когда он уже снова стал говорить, то послушайте, какие слова он сказал, и перенесите эти слова на своих детей, друзья. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предвидишь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать его разуметь народу Его спасение, прощение греховых, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас с восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертные, направить ноги наши на путь мира. Вы представляете, что то поколение, они жили перед пришествием Христа первого. Младенец Иоанн, креститель, этот младенец, он подготавливал пришествие Иисуса Христа, а мы и наши дети подготавливаем почву для второго пришествия Иисуса Христа. Представляете, как все удивительно сходится. И сегодня, если мы посвятим наших детей точно так же, как посвятил их Захарий и Анна, то они будут великими детьми Божьими. Они смогут великую работу сделать для Господа. Не будем просить, то мы и не получим, но если мы просим, то обязательно Господь даст ответ. Не ищите логики, а с благодарностью принимайте его ответ. Не ограничивайте Бога в решении вашей просьбы. Бог не отвечает с опозданием или раньше времени, Он отвечает вовремя. Рука дающая не оскудеет. Тот урок, который мы сегодня с вами изучили, что если мы хотим быть успешными финансовыми вопросами, больше жертвуйте в дело Божье, на миссионерские проекты. Посвятите себя и своих детей Господу. Когда мы посвящаем наших детей Господу, когда дьявол даже захочет уничтожить его, Бог сохранит его. Может ли быть отнято у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь. И плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих. Я спасу, говорит Господь. И напоследок, друзья, я хотел напомнить, что все желающие, кто хочет изучать Библию, я предлагаю проходить вместе со мной изучение библейских уроков. И для того, чтобы это сделать, нужно вам будет написать мне в Viber, WhatsApp или в Telegram. Но желательно, чтобы это было в WhatsApp, потому что в WhatsApp я чаще всего пользуюсь, а в Viber очень много сообщений, которые я не сразу нахожу. И я готов буду вместе с вам изучать Священное Писание, чтобы научиться слышать голос Божий, чтобы библейские уроки, они стали частью нашей жизни, и мы были по-настоящему благословены Богом. Итак, друзья, в заключение хочу вас пригласить к молитве и благодарить Бога за то, что Он дает нам секреты, которые точно работают. Аминь. Давайте помолимся сами. Дорогой наш Отец Небесный, Творец неба и земли, мы, Господи, очень благодарны, что ты не просто имеешь у нас грандиозные планы, Боже, ты сохраняешь нашу жизнь каждый день, Боже. Ты учишь нас, как быть людьми успешными в разных сферах. Ты хочешь, чтобы мы были успешны в финансовых вопросах, но для этого мы должны доверять тебе, Боже. Ты хочешь, чтобы мы были успешны и в делах служения, но в этом мы должны доверять тебе и спрашивать, что ты хочешь, чтобы мы сделали. Ты хочешь, чтобы были счастливы наши дети, но для этого мы должны посвятить их тебе. Господи, дорогой, спасибо тебе, что ты сохранил жизнь Люды Божьей, что ты сохранил ее, и что она сегодня может славить тебя, и что она может служить тебе, нашему Господу, своей жизнью, потому что теперь ее жизнь — это опыт твоей великой любви Божьей, твоей охраны. Дорогой Господь, я прошу, благослови, чтобы каждый родитель мог молиться за своих детей. Помни, что если Божий не ты, то никто не сохранит. Дорогой Господь, я прошу, благослови нас, быть верными тебе во всем, чтобы мы могли посвятить и своей жизни, и жизни наших детей тебе полностью, веряя их в твои руки, Божий. Помни, что ты самый надежный, ты сбережешь, сохранишь Божий и прославишь. И мы всю вечность будем славить тебя, нашего Господа, за то, что ты был близок к нам, и мы откликнулись на твою любовь. Молитва о Иисусе Христа, благослови нас всех, как дорогой Господь. Аминь.